всем доброе утро мы находимся в английском саду сегодня конец мая 31 мая и я хотела бы пробежаться по цветущим розам показать какие сорта из первогодок и со старожилов зацветают первыми есть конечно совсем новые сорта но вот хотел бы показать что сейчас цветет в моем саду набирает цветение конечно для открытого полного цветения еще у нас далеко но в любом случае могу показать уже что открывается по крайней мере будет понятно видно и при выборе сорта вы будете знать что вот эта розочка довольно ранее этот сорт зацветает достаточно рано вот этот сорт уже стоит в бутонах а этот еще и не собирается ну вот такая информация ну пойдем начнем наверное вот такого сорта достаточно новый сорт это новозеландская роза джона форда здесь имени у меня нет это пришла без бирки забыли в питомнике поставить бирку это колонель мустард или а сингл мальт 2019 года если я не ошибаюсь это джон форд новозеландия и я вам скажу так что вот я взяла попробовать из абсолютно не жалею потому что роза мне это что-то среднее между мокорозой и кока лока то есть именно вот такая вот горчичная роза очень такая кудрявая завитушечками с прямо кружевная интересный очень бутон открывается вот такой темный немножко он погнулся здесь принципе не важно ну вот и открывается она что мне очень нравится у нее еще есть вот такие вот мазки на обороте и на листьях самих вот посмотрите вот такая вот просто красавица на данный момент цветок уже держится пять дней на сегодня и это я считала не из бутона вот как там да а я считала это вот в полном распуске и цветок не потерял свой тугар в принципе он достаточно такой сильный и он не собирается облетать но пойдем дальше что у меня еще зацветает это прекрасный сорт эту розу я очень люблю это очень обильная роза очень ранняя роза распускается на вот открываются у него такие красные бутоны и у нее абсолютно желтая середина это у нас фраер и это бель эпох фраера нашего английского роза очень обильная к сожалению в прошлом году чуть не погибло у меня в этом горшке и поэтому прошлом году я не делал ни фото ни видео о ней но цветов будет все время набирать после волны набирает новые цветы просто моментально вообще это роза которая цветет все лето ну вот идем дальше что у нас еще открылась здесь сейчас посмотрим так это у нас роза пионовидная роза очень интересно я не помню или георг 4 как-то так она император чарльз 4 она называется камера не берет у нее вот она чуть светлее чем хриди клум кто знает вот и цветет она кистями на кончиках и получается такой вот шикарный букет но она только открывается у меня так что будет интересно посмотреть но в полном роспуск и и следующая роза вот до хидзи клум сзади сидит она малышка у меня от от мороза у нее повредились листья немножко скукожились клеща нету ничего нету все обработано и и вот она да крошечная но бутона будет очень много но рядом сидит вот такая розочка она абсолютно похожа по цвету то есть я даже не могу отличить по цвету она в два раза обильнее вот посмотрите сколько бутонов у нее будет она разворачивается сток держит в районе 10-15 дней и это у нас роза исла из коллекции палас полсона ну вот когда откроется я вам покажу это будет очень интересный наверное шедевр и честно говоря я думала хидзи клум будет больше потому что из заявлено меньше я посадил ее вперед но и я ошиблась в общем да хидзи клум там немножечко зажался но пойдем дальше что-то у нас еще сегодня тут расцвело это у нас это у нас absin friend нет это у нас татун это у нас татунчик зацвел первого годочка весь бутончиках очень хорошо нарос вот такие вот оранжевые лохматые цветки ярко-оранжевого цвета цветок да я думаю что дня три уже вот этот открывшийся этот только разворачивается вот посмотрите какой тут бутончик красивый ну пойдем дальше что у нас тут еще следующее есть следующее есть разворачивается минерва потихонечку ну да здесь еще пойдет время жду хавьер дефросинет или как правильно ксавьер наверное вот он весь бутонах бутонов великолепно великое множество и но вот он сидит вот таком виде уже две недели не хочет открываться вот потихонечку начинает red flame а вот я покажу вот такую розочку это розочка фраера сорт называется with tanks это чайная гибридка но вот такие у нее интересные цветы абсолютно неонового цвета открылся первый цветок полосатый почему-то хотя она не заявлена но вот в полном распуске она выглядит так я не фанат чайной гибридок но я посмотрю пока только как у чайной гибридки у нее достаточно небольшое количество стволов хотя она вот я удалила слепые хотя она нарастает здесь у меня очень ожидаем очень долгожданная роза это у нас бель де анджу вот открылась в такой вот большой помпон вот красивый цветок оранжевый держит уже его дней пять не выгорела в отличие вот я вам покажу дальше еще очень много бутонов очень разветвленный куст такой большой светлая листва ну в общем роза понравилась аромат ой бутончик сломался аромат аромат есть но когда при открытии аромат был больше но вот сегодня очень ветрено в нашем на моем саду и поэтому может быть я не почувствую ну вот еще одна роза достаточно новая это у нас все поверну янка тхарт если не сшибаясь да янка тхарт это флорибундочка вот такая вот тоже цветок похож на такой помпон вот краешки выгорели у нее хотя цветок стоит уже дней восемь да наверное с 20 какого-то 22 числа ли 23 числа стоит цветок нужно проверить очень интересно открывается неоновая роза много бутонов хорошо растет очень хороший рост вот кому кто не услышал название я могу показать вот она янка тхарт ну пойдем дальше вот по форме еще одна роза очень похожа на янка тхарт сейчас я пойду цвет у нее потрясающий камера не передает он он на камере больше розовый а на самом деле розах как спелая слива и как будто еще и и припудрили пудрой такой пудровый цвет очень интересный очень интересный цветок вот развернулся но он выгорел и достаточно сильно выгорел то есть в принципе не пойму по идее южная роза вот такой вот выгор но а цветки лепестки очень твердые стоит тоже дней 67 и вот выгореть выгорел но опадать не собирается и это называется роза a million dreams следующая я сейчас покажу это у меня первого дочка это все первого дочки горшочках поразил меня очаровал сорт остинки называется топор санлайт посмотрите какой цветок он светится изнутри прямо вот как фонарик вот этот желтый цвет но это просто изумительно у меня не фанат у стенок но 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 это прямо вот открытие сезона говорят что они не долго держит но у меня не все долго держит цветок вот этому цветку уже пять дней он уже порозовел дождей не было сказать ничего не могу посмотрите какой рост был слабый саженец вообще на него не рассчитывала посмотрите вот это новые базальные побеги раз два три в районе четырех и плюс еще побеги второго порядка в общем я конечно не рассчитывала его на посадку хотел посмотреть но роза очень понравилось посмотрите какой фонарик пойдем дальше это у нас роза полсона поставлю аделия так как ее вот после мороза вскрючила я листья не удаляла у нее новые листочки все красивые ровненькие а вот старые листья так как роза крупнолистовая листьев немного она именно крупнолистная такая я не хотела ее лишать питания я уже говорила так и оставила бутон разворачивался неделю вот до такого света роза неоновая очень яркая эта роза на своих корнях от нее я честно говоря не ожидала такой прыти то есть в принципе она сидит совсем небольшом горшке здесь нет даже 5 литров но посмотрите сколько цветов будет для корней собственной розы конечно я не ожидала но великолепно великолепный результат пойдем дальше сейчас я зайду пройду не про не могу пройти мимо просто не могу пройти мимо вот мой монстр он только открывается я обязательно сделаю видео когда он весь распустится я думаю что это будет конечно зрелище это янг лайседес на штамбе штамбу год то есть сейчас идет второй год ему посмотрите какого размера у него цветок он просто огромный я не знаю сколько здесь 17 18 и он еще и очень ароматный очень много плохих отзывов про него о том что он не держит свои цветы что он весь паникает да это правда те кто смотрел мои предыдущие видео вот здесь стоит решетка для него но я честно хочу сказать что для таких цветов я думаю что это решетка просто но детский лепит для если если он зацветет она уже наклоняется то есть что будет дальше у нас зонтичных подпорок для штамбовых роз продажи нет поэтому думаем 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 что делать ну пока только вот такая решетка но надо детский сад пойдем дальше это у нас моя маленькая голды льзы по англии она продается под названием бовлет ого в прошлом году она была желтая медово-желтая в этом году она открылась оранжевой я не знаю конечно это интересно но совсем другой цвет на то что я рассчитывала то что я сажала но вот из-за морозов из-за ледяной весны вот у нас розы играются цветами но здесь открывается моя любовь это twilight zone это третий год ей цветов будет тут конечно количество огромное посмотрите сколько бутонов будет это одна кисть вот еще одна кисть но но он никогда не подводил меня это очень надежный сорт сидит в большом горшке на 200 литров вместе с собой отелем с собой отель тоже в этом году разошелся чайно гибридкой посмотрите какие кисти цветов конечно я понимаю что они не будут такими крупными как если они по одному но все равно обилие это видно сколько сколько будет цветов покажу вам на моего пьера на арке это не пьер дорансард это цикламен или пинг иден это очень удачная для меня я считаю находка для решения для арки для узкой арки я ошиблась поставил такую узенькую арочку но ничего не поделаешь и очень тяжело найти розу которая дает хорошо боковые побеги именно на вертикальных своих стволах но вот это я считаю что просто при великолепная роза для арки цветов будет здесь невероятное множество смотрите что творится в этом году а вот когда он откроется я сделаю обязательно по нему обзор и посмотрите идут ветви одна за другой гонит то есть я очень довольна этой розой некоторые есть выпады ну вот как вот этот например например я буду удалять потому что это роза замерзла мост вот открывается сейчас покажу превосходнейший цветок огромный яркий ароматный набрал надо набрал воды также гонит базальные в этом огороде два года ну вот посмотрите какие базал очки идут великолепные со всех сторон раз два три я уже начитала 4 великолепно ну еще пока конечно только в стадии открытия запах потрясающий мы пройдем дальше здесь ну я могу еще подойти такой такому штампику молодому куплен месяц назад это шон вомси очень хотела его найти и нас не было не привезли в наш магазин но вот после долгих стараний я его нашла конечно он первого годка только нарастает но очень интересно не ожидала цветок держится уже в районе недели он выгорел полностью зато новые цветки открываются вот такого вот персикового оранжевого цвета ну на самом деле читала отзывы что сорт очень обильный и я на самом деле смотрю что очень хорошо вот начинает сейчас рост видимо пошел пошел в куре заработал хорошенько ну вот и читала отзывы что когда роза покрыта цветами за счет того что один цветок старше другой другие только открываются роза светится раз всеми разнообразными от окрасками то есть от светло розы вас светло почти белого до до нового цветка вот такого персикового цвета но пойдем дальше что у нас тут есть чип ндл чип ндл распускается он очень высокий мне очень удобно он длинный прямо вот там наверху очень тяжело фотографировать поэтому я очень жалею что я штамп взяла на 130 сантиметровом привое подвое запуталась извините она ствол вот смотрите сейчас покажу вот это нужно обламывать отзирать в этом году это поголовно вот посмотрите я только в наверх в небо камеру чтобы достать цветы хотя и не особо маленького ростика это высокая роза у меня он есть в меньшей версии ой кто у нас открылся это у нас розочка special anniversary очень нежная очень ароматная очень она маленькая сама по себе для переднего края бордюра для переднего края клумбы она до 60 сантиметров с огромным 10 12 сантиметровым цветком special anniversary очень ароматная и в принципе она очень хорошо и долго держит цветок и не замечает дождей ну вот оливию я уже делала отдельный обзор великолепная роза вот смотрите я уже выстрелла у нее верхушку и уже пошли вот красные побеги сверху видно прямо уже следующие да посмотрите уже следующие бутончики идут то есть принципе цветение будет очень очень обильным но здесь еще нас пока все замедленном виде вот хочу показать вам royal вильям знакомьтесь в прошлом году розу сломала переломала и я не могла показать ее во всей ее красе это срезочная роза чайно-гибридная подходит для срезки посмотрите какого размера у нее стволы и стебли это конечно больше чем толще чем мой палец посмотрите какие у нее цветы это именно ярко темно-красная простите камера делает ее светлее темно-красная чайно-гибридная роза с срезочная роза с обалденным ароматом простите меня за обалденный но по-другому не скажешь превосходно подходит для срезки очень красиво цветок до 15-17 сантиметров вот такие вот тарелки открываются очень не могу не понюхать вот в англии он продается под названием royal вильям очень компактный на штамбе розе три года никогда не превышает вот такой размер то есть я очень довольна он не гонит стволы по по полторы удочки по полтора метра вот он всегда компактный и вот такой вот прямо как букет растет на штамбе ну вот что не скажешь про и свогель который конечно сейчас набрал цветы но это будет конечно такая мощь вот тоже не роза посмотреть какие длинные длинные стебли ну первый golden celebration открылся первый цветок очень ароматный вот посмотрите тарелка от и осенская вот это вот такая фишечка вот эти вот листики отгибаются назад великолепный золотистый цвет посмотрите какая огромная чаша я замеряла 17 сантиметров цветок весь покрыт цветами но мы ждем ждем вот открывается розариум юэтерсы но он пока еще мало цветов будет очень много он весь покрыт просто бутонами весь я подвязала уже одну ветку и уже я смотрю подвязка болтается под тяжестью цветов но посмотрим как в этом году будет еще одна роза очень интересная это amazing day на штамбе по не про нее я сделаю подробные подробные видео обзор сорта она очень действительно интересная для любителей вот посмотрите цветок открывается вот так вот то есть он совсем вот такой вот белоснежный с чуть в этом году розовая серединка в прошлом году был такой зеленоватый бутон надо вот наверное покажу вот здесь вот такой зеленоватый бутон чуть с красными такими мазками открывается вот так и чем больше она открывается всем сильнее вот это вот малиновая середина у нее открывается вот я покажу насчет аромата вот честно говоря я вот не помню у меня достаточно далеко мне не пролезу ой боже мой да аромат отличный просто ну вот такая вот красавица сделаю обязательно очень долго держит цветы обязательно сделаю обзор сорта когда он откроется полностью потому что только там первые пять цветов но я думаю что он просто будет ну красавица еще одну розочку покажу вам это розочка bonkers очень интересная роза обычно она вот такими кистями открывается и цветы даст ну такие мелкие но сантиметра 4 наверное но их много и они такие когтястые вот в этом году у нас конечно розы показывают аномалии у кого-то очень много было цветов у кого-то теперь только по одному вдруг у других роз наоборот был один цветок а теперь кистями вот обычно вот он кистями вот такими а тут сейчас по одному и они крупные но очень интересный сорт он обычно такой до разворачивается когтястый он намного темнее чем чем камера сейчас передает но вот обычно полностью покрыт цветами сегодня вот в этом в этот сезон в это цветение он одиночный и не такой обильный но будем ждать лето еще впереди мы посмотрим что еще открывается вот еще один чип буду немножко быстрее нам заканчивать чтобы видео не вы не вышло очень долгим вот еще один чип вот это стандартный чип на метровом на метровой ноге и посмотрите какие интересные краски он дает вот есть у него розовые полоски есть и оранжевые полоски в общем он очень такой разноцветный это в силу того что до были морозы и возвратные заморозки и вообще весна была очень холодный но он еще и распускается ждем цветения потому что цветов будет безумно много цветок он должен держит долго аромат моем саду скажем так еле уловимый ну вот я хочу показать последние наверное две розы может быть три которые цветут сейчас вот это у меня дарси бусал роза которая тоже не пою чуть не погибла в прошлом году восстанавливается удачно очень идут побеги набирает массу обратно поселились у меня муравьи я не заметила и подкопали практически всю корневую систему уничтожили потому что рос много и не могла понять почему он чахнет и чахнет и чахнет но вот слава богу в этом году моя свеколка набирает обратно бутоны и набирает обратно видимо корневую нарастила и в общем я очень довольна единственное что пока вот не настолько он как бы пушистый какое он бывает у меня обычно но пойдем дальше и роз очень много хочу отдельно остановиться на альпины солнце ты на секундочку вот эта роза альпина sunset цветок 20 сантиметров вот такой вот такая вот красота вот такие у него бутоны всеми красками заката играет здесь есть и желтый и и розовый и персиковый превосходная роза хотя на я чайно гибрид к цветок держит уже дней 5-6 ну в принципе дождей у нас не было поэтому тяжело сказать про жизнь цветка но пойдем к следующей розе и потом последнюю оставим это у меня софи розы это роза остина достаточно старый сорт вот так интересно у него все цветы спрятались в развилках стволиков своих вот их надо чтобы увидеть надо искать их посреди листвы что хочу сказать это был эксперимент роза почти погибала очень плохо шла я ее достала и отрезала корень шиповника просто отрезала корень шиповника и она у меня получилось теперь на своих корнях но вот кустовая роза вот я смотрю идут и базалки и новые побежки вот и вот сейчас ей два года без корня который я отрезала вот прекрасно прекрасный нарост я думаю что в следующем году ее надо из горшка конечно убирать потому что я ждала пока она нарастит корневую систему покажу вам съедобную розочку называется my incredible creamy заявлено как со вкусом сметаны честно говоря в прошлом году пробовали посмеялись но на самом деле красивая и в принципе лепестки можно добавлять в салат но и последнюю я хочу показать вам розу я ее обожаю просто обожаю это принцесса кенская в этом году но да вот надо подвязать он раскрылся и упал в этом году конечно я снимала ее в со всех ракурсов потому что но мне кажется что это роза который талон вот талон просто я не любитель розовых роз я не любитель остинок но цветок в этом году посмотрите в районе 18 сантиметров запах у нее потрясающий просто просто потрясающий и вот для меня вот уклад лепестков вообще как она выглядит начиная с бутона и вот заканчивая тем промежуточными станет промежуточными стадиями и затем вот в таком виде и потом вот этому цветку уже восемь дней но у меня нет слов я считаю что это сорт сейчас пойду подвязывать так как тут упала этот сорт у меня есть саду еще на на штамбе вот в переднем саду жду пока откроется потому что там ветренее и холоднее но вот я считаю что это роза но красивейшие которую нужно иметь в своем саду обязательно всем спасибо всем пока вы сделают еще дальше вторую часть чтобы не делать слишком длинное видео всем пока подписывайтесь на мой канал